Продолжение следует... 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 Данные ветрогенератора также задаётся его мощность и стоимость и изображается актуальной энергетической характеристикой ветрогенератора. Одна из максимального состава выводования. Представлены четыре варианта, которые выбирают программу. Во первом варианте используется фотоэлектрическая панель, ветрогенератор, а worries, изменения генератора и ветрогенератор. Этот вариант более хим acknowи. Во втором варианте используется фотоэлектрический преобразователь, ветрогенератор и единый генератор. Это являетесь более надёжным и избирается меньше использования с Wolf's last year. В последнем варианте используется только дизельный генератор. Анализ общих затрат каждого из компонентов. Это фотопреобразователь, ветрогенератор, дизельный генератор, аккумуляторная батарея и преобразователь. Общий расход источников на базе дизельного генератора превышает в 5 раз на расходе на базе люля. Что видно на 5. Более участие возобновляемых источников. На этом сайте составлены два графика. На первом данные по использованию дизельного топлива, ветромкой, солнечной энергии. Видно, что в летний период использования дизельного топлива и источников возобновляемых энергии составляет примерно 50%. В дальнейшем графике ставлены характеристики солнечной инстанции. Также видно, что в летний период используется большая солнечная активность. Далее употребление дизельного топлива. Также видно, что в летний период больше используется возобновляемые источники и уменьшается количество используемого дизельного топлива. Применение в составе дизельных генераторов и солнечных батарей позволяет сэкономить 0,3% топлива. Соответственно, снизить затраты на электроснабжение на 11%. Фактический результат. Интернет максимального состава установок, установок и электроснабжение на базе возобновляемых источников энергии с применением информации, и отступающих в состоянии ресурсных изновляемых источников энергии. Выполнен проект максимального состава оборудования для снабжения коттеджа, конкурсейта и базе инстанционных метров. Продолжение следует... В залах, например, как в примере коттеджа и расписывала кружку для каждого дня. Прошла электроприболь. Где вы взяли на ручку коттеджа? У вас липовая на ручку или в каком-то коттеджном проекте? По инстанционному проекту. То есть, и каким образом, ну это скорее вопрос, наверное, тому, как это делали сэкономерии, я просто не помню, как это делалось. Каким образом генерируется, что считалось последовательность? Солнечный и ветровый. И тем более ветровый. Ну, солнечный, они автоматически получают программу. Я имею в виду часовые. Как вы можете, я это могу сделать. Уточните. Вы используете часовые как? Часовые как? Солнечный и ветровый. А ветровая как вы правильно почитали? То есть, сервера NASA, информация, простей ветровый. Я прошу прощения, но сервера NASA, в базах NASA, в предстосвете NASA, в фаруах, этой информации нет. Часовая, это не спрочасовая активность в сон, а... Возвращение. А еще вопрос. А вот какие ветро... Какие ветро-генераторы, мы скажем, в условиях Новосибирской области была использована? То есть, какие вот типы вы считаете эффективно использовать в Новосибирской области? И вообще эффективно ли использовать в Новосибирской области ветровую энергию? То есть, при его скорости ветра, в порядке твердый энергетический области... Именно эффективно. То есть, не надо... Более экономичным является использование фотоэнергетической области... То есть, не надо заниматься ветровой энергией? Не надо заниматься ветровой энергией? Больше перспективность, когда вы вычислить, это преобразовать. Это является более экономичным. Как же на территории, например, стоит в материале, в хруте, там что-то доказывает. Программа не составит? Нет, почему? Как это значит, что человек занимается? Считаю, что это очень быстро. Ну ладно, спасибо за доклад. Спасибо, Владимир Павлович.